Замена прав – дело тонкое. Из 58 экзаменуемых водителей с иностранными водительскими правами пока устный тест на знание правил дорожного движения прошли только 15 человек. По словам полицейских, в основном с вопросами справляются граждане Украины и Белоруссии. Компании-перевозчики своих водителей отправлять на переэкзаменовку не спешат. Сотрудники ГИБДД неоднократно пытались вступить в диалог в ответ – гробовое молчание. Руководство маршрутчиков на встречи не ходит, информацию о водителях-иностранцах не предоставляет. Цель у нас была одна – примерно изучить, сколько кандидатов на получение водительских национальных прав будут к нам обращаться. Составили опросной лист, где была графа, сколько у них таких водителей. За исключением печенги нам никто не предоставил. Вроде бы как таковых нет. Такое ощущение, что права водителям маршруток не нужны. А вот обычные граждане России с иностранными водительскими удостоверениями на призыв полицейских пересдать ПДД откликнулись охотно. Вы можете перейти к ответам на следующий вопрос. Соответственно, вы нажимаете на другой вопрос, который считаете, что вы его ответите. Сабир Нуриев, например, получил свои права 9 лет назад. Правда, в Азербайджане. Ничего страшного и сложного в переэкзаменовке нет, уверен мужчина. К тому же правила передвижения по автотрассам в России от правил в том же солнечном Азербайджане, например, почти не отличаются. На все 18 вопросов он ответил правильно. У каждого государства есть свой закон, свои правила. А нам, которые здесь живем, нам надо соблюдать. Раз это решили такое, значит это надо. Успешно прошедший экзамен уже сегодня могут поменять свои старые водительские права. Те, кто не смогли ответить на вопросы, придут на пересдачу. А вот так и не соизволившие прислушаться к увещеваниям полицейских уже 5 ноября должны быть готовы к высоким штрафам. При этом наказывать будут не только самого водителя, но и компанию-перевозчика, на которую он работает. Спасибо.